Екатерина Филимонова не первый раз пришла на семинары-тренинги проекта «Мой дом». В прошлом году она и такие же старшие по домам повысили свою правовую грамотность. Узнали нюансы проведения общедомовых собраний и как формируется плата за содержание дома. Получили комплект документов, которые помогли упростить работу. Теперь Екатерина на новом цикле встреч хочет узнать больше о современной цифровой системе. Хотелось бы про ГИС ЖКХ узнать, потому что сейчас много его используют. Ещё пока опыта нет в общении с этой программой, и какие возможности она даёт, хотелось бы узнать. И в «Закон о тишине» я слышала, что подробнее про него, потому что знаю, что есть такое, но что там конкретно прописано, я не знаю, тоже хотела бы узнать. Именно об этом и рассказывали на первом в этом году семинаре-тренинге в Самарском районе проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, Мой дом». Данный проект был инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2021 году. Список обсуждаемых тем составили с учётом пожелания горожан. В прошлом году, в прошлом летом мы провели шесть таких семинаров. У нас присутствовало более 300 человек. Все получили знания, все очень тепло отзываются. И на самом деле жители и старшие по домам мы инициировали, то есть они просили нас о том, чтобы эти семинары были продолжены и наполнены какой-то новой информацией, которую до них всё необходимо донести. Всем пришедшим выдают и обновлённую рабочую тетрадь с образцами документов, необходимых в управленческой работе. В завершении встречи обучающиеся смогли получить индивидуальные консультации по интересующим их вопросам непосредственно у профильных специалистов, управляющих компанией и ресурсных организаций. Также в Самаре продолжают работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей Советов МКД, по которому все желающие могут получить консультацию, записаться на обучающий информационно-правовой семинар или оставить обращение. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.